С премьерой актеры театра «Человеки» порадовали новоуренгойского зрителя спектаклем «Чучело». Режиссер постановки Алексей Щелкунов перенес героев одноименной повести Владимира Железнякова в современность. Но проблемы, которые руководитель любительского театра затрагивает в постановке, новизной не отличаются. О том, как зрители восприняли спектакль и насколько сложно актерам было вжиться в роли, знает Мария Федорчук. Лена Бессольцева сходит со страниц повести прямиком на сцену. Девочка, которая недавно переехала, знакомится с 6-м Б. Придя в новую школу, она сразу подружилась с Димой Сомовым, тем, кто ей понравился с первого взгляда. Так появляется новая современная история о непростых отношениях между подростками. Такой ее увидел режиссер Алексей Щелкунов. Лена верила, что за добро платят добром, но получилось наоборот. В этом спектакле главной героине приходится столкнуться с предательством. Анастасия Петрикова, сыгравшая Лену Бессольцеву, признается, вжиться в роль было непросто. Сложности возникли из-за того, что актриса театра «Человеки» старше главной героини. Некоторые переживания уже начали забываться. Это был очень долгий процесс. Я начинала вспоминать какие-то свои ранние школьные годы. Скорее всего, если Лена училась в 6-м классе, когда происходили события, а мне, наверное, ближе Лена была, когда я была еще в первом или во втором классе. То есть я вспомнила себя, когда была влюблена в мальчика и, кажется, готова была ради него на все. Потому что сейчас я даже не представляю, как можно взять чужую вину на себя. Одного из главных героев Диму Сомова играет Кирилл Рязаев. Молодой человек признается, роль далась действительно сложно. Познакомить зрителя с 6-классником задача непростая. Уже к середине спектакля предатель Сомов вызывает у Кирилла негативные чувства. Я старался не уживаться в эту роль, потому что она бы меня съела целиком и полностью. Просто старался понимать ту ситуацию, в которой находится сам персонаж, сам Сомов. Очень сложно было поначалу играть, до того противно, извините за выражение, просто по-другому не скажешь. Ты стоишь и ты понимаешь то, что да блин, в современной школе я бы, вот я просто стоял бы, я бы молчал. Радуйтесь, вы же надеялись в другом. Ты победитель, сам мое лишай. Так что давайте в гору. Раз, два, три, в нашем классе больше нету чучела. Чтобы поставить этот спектакль, зал в буквальном смысле слова пришлось реконструировать. Над головами зрителей возвели мост на полотно сцены, вывели изображение с проектора. Но главной изюминкой спектаклей Алексея Щелкунова по-прежнему остается минимализм. Атмосферу должна создавать игра актеров. Мы как-то в этом направлении развиваемся, без декорации. Когда есть актер и коврик, вот мне очень хочется, чтобы это было просто пустое пространство, без всяких картинок и красок, чтобы это был просто актер, который выходит к зрителю, и ему есть что ему сказать, и зритель его слушает. Вот такая наша сверхзадача. Но пока будем картинками обходиться. В мае театру «Человеки» исполняется два года. За этот небольшой срок его актеры успели полюбиться новоуренгойскому зрителю. Алексей Щелкунов отмечает, с самого первого дня актерский состав остается неизменным. Режиссер помогает подопечным раскрыть все свои таланты. Когда человеки выходят на сцену, зрители не могут сдержать эмоции. У меня несколько раз были слезы на глазах. Иногда от самого сюжета, от того, что очень грустно, когда понимаешь, когда есть предательство вокруг. А иногда от какой-то ностальгии, потому что, по крайней мере, вот эта школьная форма, пианирский галстук, такие какие-то теплые детские воспоминания, ну, как на одном дыхании прилетел спектакль, поэтому, ну, здорово. Спектакль очень понравился. Очень понравился. Интересное решение такое было, режиссерское. Как бы, 20 лет назад я сама смотрела фильм, как бы была тоже, ну, в том же возрасте. Вот сейчас, как бы, другой взгляд, новое поколение, вот, проблемы те же. Мне показалось, что вообще нужно очень. Игра была искренняя. Дети старались. Сразу после премьеры актеры вновь перевоплощаются. Сначала в самих себя, а затем в новую роль. В начале мая режиссер планирует подарить зрителю еще один спектакль, который будет посвящен Дню Победы. Мария Федорчук, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».